В России 28 сентября празднуется День работника атомной промышленности. Одним из крупнейших предприятий в этой отрасли является госкорпорация «Росатом». На выставке вооружения и техники «Армия-2019» они показали новинку «Мобильный центр обработки данных». Подробности в сюжете. Одно из ключевых предприятий «Росатома» — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики. Он носит имя академика Забабахина. Предприятие работает на укрепление обороноспособности и ядерного щита России, а также осуществляет производство технологий для различных отраслей гражданской промышленности. Достаточно компактно в пространстве. Смогли построить сот, обладающий неплохими характеристиками. А это наиболее яркий пример разработки текущего года — мобильный центр обработки данных на базе автомобиля «КамАЗ». В этом году он побывал на двух выставках — «Армия-2019» и «Инопром-2019». Это уже вторая выставка, на которой мы представляем в инициативном порядке разработанную в нашем институте модель мобильного отсюда. За этот период между выставками своим ходом преодолели больше 2500 километров. И все осмотры показали, что техника работает, сбоев не было. Мобильный центр обработки данных — это мощная электронно-вычислительная машина. Этот компьютер компактный и энергоэффективный. И базируется он на платформе автомобиля «КамАЗ». Поэтому к его преимуществам можно отнести быстрое перемещение в любую точку страны. Как по полноценным дорогам, так и по пересеченной местности. И все это своим ходом. Также центр обработки данных может функционировать и при различных температурах окружающей среды. От минус 45 до плюс 35 градусов Цельсия. Автономное время работы — 8 часов. А с дозаправкой оно становится неограниченным. Денис Киселев, ОТВ.